Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В прошлый вторник мы начали очень интересный и крайне актуальный разговор о счастье. Мы так или иначе эту тему поднимали в предыдущих наших передачах и разговаривали с разными гостями на эту тему. Но вот сегодня возникла еще и еще одна потребность поговорить о концепции, христианской концепции счастья. Есть ли вообще таковая? Есть ли богословие в благоденстве? Продолжаем этот разговор с нашим гостем, философом Юрием Смирновым. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, телезрители. Мы в прошлый раз, я в прошлый раз изменился и сейчас вот в продолжении, да, я задал вопрос, который требовал обширного ответа, вот, и задал его в конце передачи, когда у нас совсем практически не оставалось времени. Поэтому вот, чтобы опять же перебросить некий мост из предыдущей передачи в эту, давайте вернемся на секунду, да. Мы сказали о том, что не совпадают две концепции счастья. Концепция счастья современного человека, человека, как вы правильно отметили, ограниченного, усеченного, урезанного, который вынес собственное бытие за скобки вечности, то есть ограничив свое существование целиком и полностью существованием в горизонтали этой жизни. Как говорил псалмопевец, аще 70, аще 80 лет. Есть концепция счастья, ну, условно назовем ее так, да, некое представление о счастье, или лучше сказать о блаженстве, как крайняя степень счастья, как некая полнота счастья, которую мы встречаем на страницах Священного Писания в Евангелии. Мы говорили о том, что Христос рисует, на самом деле, вот вроде бы построена эта вот его проповедь, Нагорная проповедь, я напомню, да, Евангелие от Матфея, пятая глава, мы эти заповеди блаженства там находим, и построена по принципу такого, не знаю, оксюмарона, да, то есть умный дурак, да, счастливый плачущий, блаженный плачущий. Для нас вот не может совмещаться этих двух вещей, не может человек плакать и одновременно ощущать себя как не просто даже радостным и счастливым, а блаженным, да, то есть в неком, ну, назовем это супер уровне счастья находящемся. Не может человек осознавать себя нищим, нищим духом, не может человек быть кротким, в том смысле быть крайне упрощенным, да, напомню, что на языке оригинал там больше подходит слово простый, да, не может человек, которого гонят, который алчит и жаждет правды, быть счастливым. Но это вот опять же в сознании современного человека. Вот давайте продолжим. Мы сказали, что это предложение посмотреть на человека, можно говорить словами Мамардашвили, да, как на антропологический проект, вот, во всей его перспективе, в частности, в перспективе вечности, но все равно вопросы остаются. Вот вопросы эти, они всегда будут оставаться, потому что вообще самое, для того, чтобы понять Царство Божие, наверное, важнее не ответы, а вопросы, вот, с моей точки зрения. Для рассудка, для рассудка Царство Божие, оно непонятно. В прокрустово ложе нашего рассудка, оно не укладывается. Но, находясь в доверии опыту все-таки и Евангелия, и опыту святых, опыту церкви в лице, в лице ее святых, вот, мы должны сказать, что да, вот, вот эти противоположные вещи, они укладываются в единую, в единую картину. Вот, когда мы берем урезанный, урезанный проект человека, человек, как то, что рождается на земле, растет, да, достигает каких-то успехов, что-то, как что-то делает, да, он ест, пьет, что-то делает, потом умирает, и все. Вот. И даже, батюшка, даже если мы включаем в то, что человек много хорошего сделал, даже много хорошего сделал для других, но если потом и все, то для человека он не будет счастлив уже просто потому, что в этом нету смысла. То есть, не может быть счастья, в том числе, без вечной перспективы. Его не может быть по определению. Потому что, если на минутку, кушая самые прекрасные, самые прекрасные явства, да, получая любые там удовольствия, достигшие любых успехов, да, человек понимает, что однажды это закончится, и для него не будет ничего. И его самого не будет. То есть, вот эта картина человека без перспективы вечности. А что будет? Ну, а не знаю, ну, ничего не будет. Вот. То, если человек просто об этом задумается, то он не может остаться счастливым. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что мы можем уйти сейчас в другую крайность, начать, например, да, начать мысли человека чересчур абстрактно и только с позиции вечности. Все-таки у него есть некий необходимый земной, вот этот так называемый, бэкграунд, да, и в этой же... То есть, мы говорим о том, что счастье — это то, что в некотором будущем пребывает, или это счастье, которое должно быть разлито во всей жизни человека, в том числе и в земной. В том числе и в земной. Тогда встает вопрос, опять же, почему здесь плачущие, нищие и так далее считаются счастливыми. И вот тогда мы начинаем смотреть, когда мы начинаем смотреть на человека с перспективы вечности, вот вечность, да, на самом деле, а вот вечность — это что? Что такое? Вот. А, собственно, вот, батюшка, я к такому выводу прихожу, что, а вечность — это, собственно, жизнь Пресвятой Троицы. Какое-то... Нельзя... Это, собственно, это Бог. Вот, когда мы думаем, а что в этом царстве... Ну, хорошо, Пресвятая Троица — Отец, Сын и Святой Дух. А что вот в этом... Это вот и есть Царство Божие. А что вот в этом Царстве Божьем? Что там? Мы ведь привыкли, когда мы думать либо в категориях времени, либо в категориях пространства, либо и то, и то вместе, как правило. И когда мы начинаем думать о Царстве Божьем, мы думаем о каком-то месте. Вот. А... Райский сад. Да. А, собственно, ведь это не... И мы продлеваем наше представление о Земле, продлеваем как бы просто на бесконечное время. А это ведь не совсем так. Я не предлагаю сейчас такой проект современному человеку счастья, что вот сейчас у тебя не все будет, а вот там у тебя все, что ты не поел здесь, ты там поешь. Или все, что ты... Те удовольствия, которые не получил, там ты их дополучишь. Совершенно нет. Царство Божие — это вечность, а значит, это вне времени состояние. Это состояние даже, даже вне пространства. Вот. Это состояние... А что же там есть? А там есть личности, там есть их взаимоотношения и взаимная любовь. Нам трудно думать без вот всего груза вещей. Как там ходить, по каким дорожкам. То есть это можно все в этих категориях, и о Царстве Божьем тоже можно говорить. И в апокалипсисе, и оно богослово, оно так и представляется. Но это же... Это же те символы, которые нам понятны, но с моей точки зрения. Потому что как еще говорить о личностях, о их взаимоотношениях и о их взаимной любви? Вот. И о бесконечном свете. Как? Какими обы... Потому для счастья вот этого достаточно. Вот. И оно уже есть здесь. В нашей повседневности оно обретается. Ну а почему? Почему плачь? А потому что, батюшка, оно обретается, но вы-то тоже это понимаете. Вот. И я, как Христиан, понимаю, оно обретается только покаянием. Вот. Вот. Мы, мне кажется, к очень важному сейчас подошли. К такому выводу, с одной стороны. А с другой стороны, наконец-то мы вот нашим зрителям, да, мы объясняем... Мы подошли к тому, чтобы объяснить, что же такое заповеди блаженства. Потому что, мне кажется, вот как раз сам вот этот вопрос, который у нас возник, он говорит о том, что, скорее всего, у нас есть какое-то неправильное прочтение этих строк. Потому что мы-то и привыкли, что мы плачем, когда нас, там, не знаю, лишили сладкого, поставили в угол, на коленке на горох. Что мы должны быть униженными, оскорбленными, как из известного произведения. Вот. И чем более ты унижен, чем более ты беден, чем более ты угрюм, чем более ты понур, тем более ты христианин, и тем более у тебя есть надежда раскрывается оказаться блаженным. Но мне кажется, что Христос вообще говорит не о том плаче, как мы себе его представляем. Это не сентиментальный плач. Это не плач мальчика, который, там, не знаю, разбил коленку. Это какой-то иной плач, плач иного содержания. Конечно. И в этом смысле эти самые заповеди мы можем спокойно наложить, например, на образ успешного в современности человека. Он может быть, несмотря на то, что ездит на каком-нибудь там Бугатте, живет в четырехэтажной вилле, у него там какие-то миллиардные, скажем, счета в банке, он может, наложив на себя кальку вот этого евангельского текста, сделать так, что все эти атрибуты его не разлучают со Христом. И он может быть внутри. И нищим духом, понимая, что все это ему даровано, и он за это истово благодарит Бога, что у него это есть. И плач у него есть. Он плачет не столько сентиментальным плачем о себе, что он бедный, несчастный, а скорее его плач о вечности, о некой разлуке с Богом может быть. Если нет человека без греха, если вдруг допускаются какие-то промахи, разлучающие его с Богом. И он по-прежнему за всем за этим, не удовлетворяясь и не исчерпывая этим самым всю свою жизнь, он начинает алкать и жаждать какой-то высшей правды. И более того, если вдруг завтра встанет вопрос, ты будешь с этим со всеми атрибутами счастья, благоденствия, или ты будешь без Христа, он в этом случае сможет выбрать нужную сторону. То есть, оказывается, портрет, который рисует Христос в Нагорной проповеди, это не портрет тотального неудачника на обочине жизни, стремящегося к абсолютному, тотальному, какому-то такому бездействию, сидящему, плачущему, нищему и так далее. Конечно. Вот портрет блаженного человека, который рисует нам Христос в заповеди блаженства, он безотносителен к земному успеху или поражению, или неудаче. Он безотносителен, он приемлем совершенно для всех. Для неудачника с точки зрения века сего и для человека, который на коне, который успешен, у которого все хорошо. По большому счету, батюшку, вот я скажу, я не верю, что есть люди, у которых все хорошо. Вот, я в это не верю. Вы знаете, все-таки не первый год живем, вот, если даже не брать евангельские тексты о том, что такое человек, да, а просто наблюдая за жизнью, вот, ну, невольно приходишь к выводу, что в этом мире все переменчиво. Сегодня так, завтра иначе. Сегодня у него все хорошо, встречаешь, через несколько лет все плохо. Или же наоборот. Или другая ситуация. У него, казалось бы, все хорошо, а поговоришь с человеком, оказывается, такие беды и такие проблемы. Поэтому тут вот говорить, что да, нам иногда нам пытаются нарисовать образ каких-то успешных людей. Обычно это делается в рекламных целях, конечно, что если ты вот пойдешь туда-то, туда-то, то ты будешь вот так же успешен, как тот-то, тот-то. И картины этих успешных людей нам преподносят, но это только взгляд на их жизнь. Я согласен, что в чем-то есть люди, но это просто как посмотреть на их жизнь с одной стороны. А если посмотреть с изнанки? А если, например, с женой этого успешного человека поговорить, каков он дома? И какие у них семейные отношения? Мы же этого не знаем. А если это женщина, то зачастую она одинока. Если она успешна в бизнесе, бизнес-леди. Да и просто даже, не беря нравственные вопросы, а может быть в тот момент, когда он на пике успеха, он борется с тяжелой болезнью, но никто об этом не знает просто. Да, он успешный финансово, но мы не знаем о других его проблемах. Мало ли таких примерах. Мы зачастую узнаем о неизлечимых болезнях очень известных людей. Уже это становится известным в последний момент, как перед их уходом, а то и после. Поэтому нет, хотим мы того или не хотим, мы все страдаем. Вот хорошо, что мы подошли к теме страдания, потому что, мне кажется, еще крайне важным будет вопрос, насколько нам позволит время передачи это обсудить, тема спасителя. Вот мы Христа называем спасителем. В обиходе церковном очень часто звучит слово спасение. И опять же, в сознании обывателя нарисована картина, что, ну да, я не справляюсь с жизнью. Вот, ну там, не знаю, причем не справляюсь не потому, что сил никаких не прикладываю к этому, а вот, скажем, одно на другое наваливается. Только вот, скажем, вроде дела на работе более-менее устроил, тут заболел или заболели родственники. И вот это все. И мы видим контингент этих людей, приходящих в храм. Священнический опыт подсказывает, вам, я думаю, житейский опыт подсказывает, что в храм, как правило, тот человек, который приходит впервые, он не приходит, потому что у него все хорошо. Он как раз приходит, когда у него все плохо, когда жизнь не жительствует, говоря вот известным текстом, да, и встает вопрос, при этом мы Христа называем спасителем, и часто возникает вот этот термин спасение. Ну, а для наших телезрителей, для их эрудиции поясним, что это отдельное направление в богословии, которое называется сатериология, учение о спасении. Так от чего же нас спасает Христос? Что же, почему же мы его называем спасителем? Вот на самой глубине. Опять же, для уточнения и расширения границ понимания. Вот когда Архангел явился при Святой Богородице и благовествовал о рождении Спасителя, он говорит ей о том, что ему будет дано имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Вот все-таки в первую очередь Господь нас спасает от грехов. Вообще-то от всего. Но в первую очередь от грехов. Почему именно в первую очередь? Да потому что просто все эти беды, они, это и явилось последствием этого грехопадения. В начале, в прошлой передаче мы говорили с вами о том, что, в общем-то, Бог создал человека с потребностью счастья и для счастья, для счастливой жизни. Вот. Особенность человека в том, что человек-существо свободное. И поэтому он умудрился, сумел из этого счастья выпасть. Как из гнезда. Да, попробовать все ему захотелось. Вот. И оказалось, оказывается, с этим нельзя играть вот просто так. Попробовал, вошел в Царство Божие, не захотелось, вышел, потом опять вошел. Это что-то серьезное. И вся, собственно, человеческая история теперь, обретение этого, возвращение, обретение снова Царства Божия, которое утеряно. Вот поэтому грех, грех, и это есть. Ну вот опять, наверное, я все время, когда говорю, используя слово грех, все время встаю перед необходимостью, что надо, в общем-то, современному человеку, да, это объяснять. Потому что вот я, поскольку уже давно христианин, я даже иногда, для меня это понятный, мне иногда трудно представить, а что люди под этим подразумевают. Потому что я, когда использую слово грех, я замечаю, что на это реакция, какое-то есть сопротивление самому этому слову. Вот. Или же какое-то непонимание. Когда мы говорим грех, мы говорим о чем-то обязательно страшном. И часто люди говорят, ну я сильно-то не грешу, я никого не убил. Вот. Я не ворую. Вот. Я даже матом перестал ругаться. Ну, например, да. Вот. Или еще говорят, я там всегда милостыню подаю. Вот. И вот обложившись вот как фиговыми листочками, вот этими вот какими-то хорошестями своими, человек суть не понимает. А суть греха вообще-то это просто гордость. Батюшка, насколько мы все гордые, я вот про себя в первую очередь говорю, это просто в уму непостижимо. А в моей жизни был такой момент, когда я размышлял, молился, и Евангелие читал, и просто как-то о своей жизни думал. И вдруг, вот вдруг, да, я понимаю, я стараюсь, я же знаю себя, я стараюсь жить по заповедям. Да, не получается это всегда, но старание-то есть. И я вдруг однажды вот так вот подумал, как будто сам себя спросил, может быть, это совесть была. Вот. Как будто внутренний голос спрашивает самого себя, Юра, а ты почему всегда стараешься заповеди соблюдать? И вот когда я себе этот вопрос задал, почему я говорю, вопросы, они иногда важнее ответов. Какой-то вот, видимо, это какой-то был правильный вопрос, то как будто словно свет включился, и я вдруг увидел ответ. Знаете, в чем он заключался? Я стараюсь соблюдать заповеди для того, чтобы Бог дал мне успех в жизни. Я о себе сейчас говорю. Я вдруг в тот момент, я осознал, что все мое старание соблюдать даже заповеди, оно питается к моему ужасу собственной гордыней. То есть я хочу просто быть успешным. Мне больше ничего, Бог-то мне нужен, как палочка-выручалочка. Как вот сейчас грубо очень скажу, как мальчика на побегушках. Я с ужасом это осознал тогда, что я не собирался заповеди исполнять, потому что я Бога люблю. Нет. Я понимаю, если я буду ему заповеди, он мне даст что-то в этой жизни, какой-то успех, я что-то достигну, у меня там что-то будет. Вот это был таким критическим моментом, кризисом для меня. Я понял, что мое христианство, оно выеденного яйца не стоит. Вот с таким подходом. Но годы проходили, я этого не видел, батюшка, совершенно. Оказывается, вот, и я сейчас подозреваю, что я много чего и сейчас еще не вижу, если глубже в себя заглянуть. Ох, время передачи нашей подходит потихонечку к концу. Я хочу успеть немножечко резюмировать, что мы сегодня сказали. А мне кажется, мы какие-то сущностно важные вещи успели произнести. И это очень хорошо. Но вот так, возвращаясь, да, вот к теме спасения, мне кажется, что очень часто, помимо того, что Христос спасает нас от греха, от греха вот в его общечеловеческой исторической перспективе. Да, то есть нельзя же рассматривать мой грех, как только просто вот то, что я делаю здесь сейчас. Это какая-то тянущаяся долгая история, начиная с Адама и Евы. Но еще и кроме всего прочего, мне кажется, Христос постоянно спасает нас от нас. Вот. Он постоянно выдергивает нас, как того самого Мюнхгаузена, из болота, в который мы только что попали. Даруя смыслы. Потому что в тот момент, когда, скажем, меркнет свет этого мира, когда гаснут надежды, возложенные на, скажем, ну, не знаю, на тот же успех, авторитет, власть, деньги, в какой-то момент, когда ты сталкиваешься с обстоятельствами или ситуациями, которые не могут быть разрешимы с помощью этих атрибутов земной жизни, в этот самый момент в твою дверь кто-то постучал. Кто-то стучит. И отворив, собственно говоря, ты видишь на пороге именно того, кто пришел тебя спасти. Вот. То есть взять и поставить. Это как если бы шел поезд и уткнулся в тупик, но появился добрый стрелочник, который пути переключил, и твой поезд может двигаться дальше, может ехать дальше. Ну вот на сегодня мы, наверное, закончим. Сегодня у нас, слава богу, получилось более органично, без прерывов мысли. В следующий раз мне бы очень хотелось поговорить о современных, как это вот неожиданно вдруг мы так перейдем от Евангелия, о современных тренингах личностного роста. Это то, чего, собственно, сейчас жаждет добрая часть людей, которые тратят безумные деньги, огромное количество сил. И, может быть, мы скажем, почему это является новым культом 21 века. Личностный рост, личностный успех. На сегодня благодарю вас за диалог. Спасибо большое. И вас, дорогие друзья, мы сердечно благодарим за то, что были сегодня с нами. В следующий вторник продолжим диалог о теологии благоденствия. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова